Приветствую вас! Как и обещал, рассказываю, почему вчера на межманском валютном рынке Украины и России синхронно наблюдалась револьвация, ну, соответственно, рубля и гривны. Да, 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 я не спорю, не суперревольвация, такая коррекция называется, хотя я обращаю ваше внимание, да, действительно заметно. Почему, я же вам объяснял с самого начала, курс рубля, курс гривны зависит от исключительно военной истерики, исключительно, только от нее. То есть, с точки зрения экономики, ну, не должна была быть ни револьвация рубля, ни гривны. Еще раз всем напоминаю, цена на нефть растет. В России всегда обратный курс, если цена на нефть растет, револьвация рубля, а не девальвация рубля. В Украине тоже у нас урожай зерна рекордный за 2021. Экспортная выручка растет, а не падает. По этой причине опять-таки должна быть револьвация гривны, а не девальвация. Но, конечно, ребята с этой военной истерикой, да, да, вы правы. Ну, во-первых, действительно, какие-то нерезиденты испугались, спорить не будем. Но еще что-то их подтолкнули, ну и наши валютные спекулянты подыграли. Да, да, а кто вы хотите? Ну, вы понимаете, тут какая ситуация? Они же видят, что нерезиденты закрывают позиции. И в России, и в Украине. Это заметно. Ну, смотрите, вот есть американский институционный фонд. В Америке тоже работает, хотя, работает в России, хотя, ну, не афиширует. И вот он продает активы в рублях, в гривне. Покупает доллары и выводит. Почему? Видите, такие грозные ситуации. Война и так дальше. Ну, когда они не покупают, что происходит? Что, вы не поняли? А, не надо никому валюты. Вот если вы внимательно посмотрите, почему началась революция. Внимательно, внимательно посмотрите. Внимательно. Все очень просто. Ну, если вы знаете, у нас есть эффект времени. В какой смысле? Ну, Америка просыпается позже, чем у нас. Ну, Америка в данном случае просыпается вечерком, грубо говоря. У нас уже идет на конец дня. А в Америке, наоборот, просыпается. Вот если вы посмотрите, внимательно, фактически, синхронно началась действительно революция и рубля и гривны, когда проснулась Америка. И когда наши валютные, давайте так, наши, и российские, и украинские, это все наши. Это только с разных странами. Заметили, резиденты перестали выводить валюту. Ну, то есть, перестали продавать. Они это заметили, но не увидел. Как? Вчера была, тут заявок нет. Как? Что? Где? И тут же, тут же, российские валютные барыги, украинские валютные барыги начали продавать, начали продавать валюту. Ну, помните, какая ситуация, когда вы играете на курсе, всегда сложно найти ту точку, когда вовремя продать. Ну, можно передержать. И по этой причине, да, действительно такая ситуация, что ты смотришь, ага, чуть-чуть, о, пора продать, не пора, пора, не пора. Почему не резиденты перестали? Ну, во многом, вы будете смеяться, будете смеяться, но это факт. Действительно, многие крутые международные аналитики, эксперты, гуру финансового рынка, сказали, что после того, когда США направил ответ России, это был сильный сигнал, что военный конфликт не будет. Что там сильный сигнал, не знаю. Еще раз говорю, что поймите, в чем ситуация. Ну, вот действительно, валютный рынок, ну, он живет на слухах. Живет на всяких инсуациях, разговорах, заявлениях. Что есть, то есть. И вот тут такая получилась ситуация. До этого они истерили, как ненормально продавали. Тут они, ох, письмо же направили. Ужасно. И решили, все, все, мы теперь активно не выходим с рынка России, с рынка Украины. Вот такая ситуация. Ну, я говорю, что если бы не эта военная серия, конечно, такого курса ни рубля, ни гривны не было. Ну, честное слово. Наоборот, я думаю, что сейчас бы даже, действительно, рубль мог бы револьвировать до 65. Не спорю. Ну, при такой цене на нефть, ребят. Ну, вот, чтобы вы правильно поняли, если взять короляцию, вот какая цена, какой курс. Да, там 63-65, не спорю. Однозначно. И украинская гривна, действительно, 27. Не больше. Но не 29. Так же, такая вот ситуация. Да, действительно, вы правы. Все держится на эмоции. Маленькая информация, маленькая. Вы обратили внимание, ну, вы знаете, что в Украине есть сайт, где можно посмотреть черный рынок. Там они даже удобно размещают, сколько количества заявок. Обратили внимание, как резко увеличилось количество заявок на продажу валюты. Обратили? Вообще, черный рынок, он же так, как только... Да, да, это есть, это есть. Вовремя продать, это очень важно. Так что, да, вот такая ситуация. Ну, что вам скажу. Если сейчас, действительно, эту истерику отменят. Тут же, понимаете, вот просто перестанут заявлять каждый день, что все, все, все. Ну, те же нерезиденты, которые продавали украинские ВГЗ, будут покупать украинские ВГЗ. Не удивляйтесь, они такие. И российские. Ну, там они не ВГЗ, там они подробно называются. Вот такая вот ситуация. А вы что думали? Да, насчет того, что, типа, вот, украинские, российские рынки, курс нет, ребята. Очень давно при Кушме, да, действительно, была корреляция рубль и гривна. Давно уже не существует. Абсолютно давно нет. Ну, во-первых, сильно разорвали связи. Ну, еще при Ющенко разорвали, где-то несчастье. А во-вторых, чтобы вы правильно поняли, все-таки доллар – это основа, ребята. Ну, вот эти разговоры, типа, ну, мы же там… Не-не-не, всегда смотрят на доллар. Доллар – это основа. А рубль, гривна… А, сам под конец. Медведев, ну, бывший премьер-министр, сейчас вы с нами понимаете, большой человек, заявил, что не стоит переживать, если даже нас отключат от доллара и евро, мы перейдем на рубли и юань. Не, я понимаю, что он сказал это не потому, что… Не, ну, умный человек, он знает, что это неправда. Сказал, чтобы, так сказать, показать, успокоить общественность. Для информации, Иран отключили от свифта. На что он перешел? Угу. 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 Ребята, если отключить от свифта, вам ничего не поможет. Пример Ирана. Просто пример Ирана. Вот так. Ну, насчет курсов вы поняли. Ждем. Что ждем? Да. Ждем революции. То есть, сначала ждем прекращения этих истерических заявлений, Россия нападет, ну, а завтра ждем революции. Все гениально просто. О niż вот. Продолжение следует...